так финале мы с вами поговорим про инструменты я надеюсь за предыдущую часть я смог вас обовлечь заинтересовать тема чего первых используется исследование авторы как много разной информации можем извлекать для того чтобы проектировать опять же хорошие интересные увлекающие образовательные системы решение сервиса продукты неважно как вы это предпочитаете называть в конце сфокусируясь на самых главных инструментов которые помогают это делать потому что иногда только открываешь страницу которая называется проведение пользовательского исследования либо извините за это слово знаю что возможно кто-то не любит проведение продуктового исследования да потому что в данном случае эти все практики идут из коммерческой логики создания увлекающих продуктов на этом из маркетинга в частности а потом уже пришли они в образование короче говоря если вы откроете эту страничку просто в интернете загуглите посмотрите проведение пользовательского исследования вы скорее всего увидите вот такую вот тьму разных названиях на огромное количество разных методов исследования от традиционной социологии маркетинга до очень модно сейчас коз дэва и там дизайн-рисерча этот называет до разных методов конкретных типа персонов person jobs to be done или mindset короче говоря это будет тьма информации в которой можно можно утонуть не говоря же про то что существует традиционное разделение на там количественные качественные визуальные вербальные и куча 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 всего при этом знайте пожалуйста то что в целом сегодня те самые образовательные продукты может быть как который вы где-то даже не очень сильно любите те которые сегодня занимают огромное количество внимания внимание ученика огромное количество платформ они сегодня существуют в парадигме того что что без исследований не делается ничего. Без очень простых базовых практик не делается новый продукт, не запускается новая образовательная платформа, если ты не сделаешь большое количество измерений ученика, пользователя. Если ты поймешь, сколько времени должна, какая единица информации тратится, на нее даже сколько должно тратиться времени. Сегодня ничего не делается без того, что сегодня называется research operations. Это прям так называется по-английски, по типу design operations, то есть некоторых принципов функционирования организации, организация, которая стоит образовательный продукт, целой системы, баз знаний, накопление метрик, изучение профилирования ученика, понимание того, как выглядит этот сценарий, который я вам до этого показывал, который называется CGM, например, Customer Journey Map, либо Student Journey Map, либо Educator Journey Map, либо Employee Journey Map, по-разному называют в зависимости от актора, от участника. Сегодня всей этой философии проникнуты современные образовательные продукты, и, к сожалению, с очень небольшой скоростью они проникают в то, что называется традиционное образование. А опять же, по своим причинам, возможно, потому что там все на сложных английских, очень нишевых терминах выстроено, я попытаюсь взять только нижнюю часть, базовые методы, вот смотрите, базовые методы бывают, базовые, широкие, целая система, для того, чтобы просто проговорить про самый главный инструмент, который есть у человека, который занимается исследовательской деятельностью, инструмент называется диалог. Да, смешного не было. Это про то, как строить эффективный диалог, для того, чтобы правильно сделать выводы о своем ученике. Соответственно, диалог надо строить с ним, либо там с родителями, все системы, которые принимают решения, там семья иногда бывает. Про то, как правильно построить диалог, для того, чтобы понять, опять же, какой у нас есть сейчас сценарий, то, что я вам до этого все рассказывал, как могу изменить сценарий прямо сейчас, как могу вообще создать новую образовательную систему, какая есть базовая задача ученика, что его прямо сейчас тревожит, как он коммуницирует и так далее. Вот все то, что я вам до этого рассказывал в примерах, можно извлекать, просто проводя, это называется, хорошее, качественное, глубинное интервью со своим профилем, со своей персоной, своим пользователем, в нашем случае, там, слушайте ученики и семья вокруг него. Разговор мой будет в финальной части именно про это. Знайте, пожалуйста, то, что и у вас останется это знание на слайде. Под каждую задачу, которую мы реализуем во время беседы, опять же, написаны свои методы, и там, я обязан вам про них сказать для тех, кто дальше будет навигироваться по этому знанию, для тех, кто будет дальше искать. Вот то, что красненьким написано. То, что слева написано, посмотрите, пожалуйста, это то, что должно быть результатом каждой беседы. То есть представьте себе то, что у вас происходит некоторая беседа с своим учеником, и вы знаете, пожалуйста, то, что у вас есть, если есть 4 пункта, это у вас чек-лист буквально, да, если вы можете ответить себе на эти 4 вопроса, на эти 4 утверждения пункта, Можете их каким-то образом закрыть. Знайте, пожалуйста, то, что ваша беседа была эффективна с точки зрения Customer Development, то есть развития продукта или своего образовательного решения, просто своей образовательной системы с точки зрения ученика. Значит, четыре вывода очень простые. Вывод номер один. Вы знаете и понимаете, чем живет ваш ученик. Что это такое? Это стиль жизни. Это значит, что вы понимаете условия его жизни. Простые очень истории, экономические параметры. Что может позволить себе семья, что не может себе позволить семья. Дальше, с кем он как общается? Какие у них есть трудности в взаимодействии с окружающей средой? В конце концов, какие компьютерные игры он играет? Потому что в этот момент у вас есть совсем другой уровень диалога и рассказа. Вы можете построить изучение физики или физкультуры даже, спортивных мероприятий по фильмам вселенной, допустим, Star Wars. Почему нет? Вы понимаете нарратив заботы и условий существования своего ученика. Вы с ним тоже называются на одной волне. Поэтому хочу подчеркнуть, это не делается для того, чтобы, что называется, просто заигрывать с учеником, чтобы просто показывать, что ты знаешь модные словечки. Нет. Это значит, что ты просто понимаешь, какие у него сейчас ориентиры, какие у него есть прямо сейчас приоритеты. В рамках их вселенных, да, нарративов и майнсетов он мыслит прямо сейчас. Значит, это просто упрощает понимание, взаимодействие. Это не просто для вовлечения, это для того, чтобы понимать то, что называется, быть on the same page, на одной странице со своими слушателями. Дальше нужно понимать, как прямо сейчас человек взаимодействует с системой. В нашем случае это образовательная система. Это значит то, что вспомните про сценарий, который я вам рассказывал, да. Здесь есть некоторые сценарии. В этом сценарии есть где-то места, где он, как в проекте, который я вам рассказывал, испытывает, где-то позитивные, относительно каких-то параметров, а где-то негативные, негативные ощущения. Опять же, в самом широком смысле, да. Не просто эмоции в моменте, а где-то ему очень тяжело, где-то у него очень хорошо. И классно понимать, исходя после разговора, где у него во всем сценарии, извините за это слово, потребления продукта. Знаю, что это терминология не из образования, но так проще объяснять. Во всем сценарии вот этой вот работы с нашим образовательным решением, где есть прямо сейчас ключевые дыры, а где есть ключевые возможности, где человеку хорошо. Дальше задать этим вопросом, а зачем вообще человек взаимодействует с этой системой. И там могут быть иногда не просто банальные ответы, но для того, чтобы быть умным. Часто там будет ответ для того, чтобы просто понравится мальчику или девочке, например, да. Потому что это сейчас задача хождения человека в школу. Очень часто это просто общение со сверстниками. Это честная позиция, которую нужно понимать и которую можно воспользоваться. Для чего прямо сейчас человек в образовательном процессе. В корпоративном образовании, вот мы делаем много корпоративных программ, очень часто там тоже люди не за получением знаний приходят. Они приходят просто потому, что их обязали туда прийти. Потому что это позволит им получить повышение. Не знание, это их ключевая задача, не получение знания, а знание для получения повышения. Да, галочка должна быть поставлена. Как бы здесь грустно нам не было, это и разговор про принятие человека таким, как он есть. Да, там другие причины, почему так сложилось. Кто бы плохо сработал, как нам кажется, родители, образовательные системы, или там корпорация в этом во всем. Но всегда нужно знать, зачем действительно человека во всей этой системе. И четвертое, то, что называется гипотезное проектирование. Вы после каждой беседы должны иметь некоторые выводы. Что вам кажется нужно изменить, опять же, в текущем сценарии, в новых сценариях, либо когда вы будете строить большую образовательную систему, огромную образовательную систему. Что вам нужно учесть, какие вы можете сделать выводы. Четыре очень простых пункта, еще раз. Про что человек, как он взаимодействует прямо сейчас с образовательной системой, зачем он взаимодействует с образовательной системой, разговор про задачу. И исходя из этого, как мы можем улучшить нашу образовательную систему. Вот это вот четыре вывода. В целом, если вы устанете слушать меня сейчас про инструменты, знайте, пожалуйста, что попробуйте каждый диалог выстроить так, чтобы вы имели ответ на эти вопросы. Со своими слушателями, со своими учениками, с пользователями вашей образовательной системы. Четыре вывода, которые вы должны делать. Дальше рассказ про то, как достигнуть, собственно, в диалоге вот этих вот четырех результатов. Это карта, на которой показан то, что называется эффективный диалог. Что это значит? Это значит, что в нем есть три этапа. Подготовительный номер один, центральный номер два и третья часть, часть, когда мы делаем выводы. И сфокусируется сначала на части номер один. Кстати, как это можно пользоваться, просто можете себе распечатать. Я надеюсь, будет приложено к этому видео. Такая карточка, чтобы запоминать. Значит, любая эффективная беседа с взрослым человеком длится от 45 минут до 90. Понятно, что с ребенком, тебе нужно делать, или с подростком, тебе нужно делать больше перерывов. Не потому, что человек устает. Да, он устает. Просто потому, что надо его внимание переключать, для того, чтобы он, опять же, эффективно погружался в какую-то тему. Поэтому можно делать 45 минут, там, перерыв, потом еще 45 минут. И разговаривать с человеком, условно говоря, бесконечно. Знайте, пожалуйста, что любая беседа выстроена в логике вот такой вот подковы. Что это такое, вы услышите чуть попозже. Знайте, что всегда есть тема, когда мы раскрываем человека, мы изучаем человека, потом уходим на некоторую глубину, а потом пытаемся экологично выйти из беседы, чтобы человек тоже закрыл с нами коммуникацию. Знайте, пожалуйста, что это никогда не резкая коммуникация, это очень экологичная коммуникация, схождение с раскрытием человека. Как? Чуть попозже расскажу. Пока общая схема. Дальше классно, когда вы проводите с ним некоторое интервью в состоянии его собственного комфорта. С родителями, со взрослыми это понятно. Понимаете, когда вы вызываете кого-то, допустим, условно говоря, к себе в кабинет, то, скорее всего, это очень дискомфортное на самом деле ощущение, потому что у всех рефлекс от того, что вызвать кого-то, вызвать родителей в школу, это, скорее всего, про что-то негативное. Это какая-то должна быть другая среда. Лучшая среда для проведения глубинного интервью это вообще-то кафе, естественно. Это нейтральная территория, в которой можно поговорить, обсудить что-то, попытайтесь не воспользоваться ни одним существующим уже стандартным форматом родительское собрание или еще что-то. Это может быть просто зум-беседа, например, сейчас во времена постпандемии. Это должна быть та среда, в которой у человека нет, у вашего респондента нет никакого заученного паттерна поведения, типа я сейчас родитель, или я сейчас должен защищать своего ребенка, либо я должен соглашаться с учителем и отчитывать своего ребенка, нет. Чтобы человек входил в условно-нетальное состояние. Вообще, лучшая метафора, как про это помнить, это как, вы знаете, вы общаетесь со своим хорошим другом или подругой, вы же не... У вас нет четко подготовленного вопроса, вы такие, так, вопрос номер один, вопрос номер два. У вас есть спокойно льющаяся беседа. Да, и вот эта лучшая метафора, в которой может все существовать, спокойно льющаяся беседа про интересующие друг друга людей, людей темы. Классно, если есть возможность задавать вопросы совместно, если вы можете взять, условно говоря, своего там профессионального партнера, кого-то еще из учителей, например, из тех людей, кто проектирует образовательную систему, методист, например, образовательный, можете взять его и вместе с ним в паре провести интервью. Потому что тогда будет один задавать вопросы, держать контакт, контакт с этим человеком, с родителем или там с учеником, другой будет записывать, если что, подхватывать, знать, что всегда в эффективной диалоге есть один лидирующий, другой помогающий. Нет двух лидирующих, потому что тогда фокус внимания человека рассеивается. Поэтому важно, чтобы обязательно кто-то записывал, потому что у нас, как правило, память дырявая, мы запоминаем после дискуссии только то, что нам понравилось в этой дискуссии. А нам нужно запоминать все. Поэтому мы записываем, делаем небольшую транскрипцию этого, то, что происходит, потом возвращаемся к этому тексту. Классно, когда у нас есть с собой вообще какие-то инструменты для того, чтобы фиксировать что-то. Будь то бумага, стикеры, блокноты, будь то камерой телефона, потому что нам иногда люди что-то показывают, говорят, вот смотрите, во что он играет. Да, и мы, проводя иногда этнографическое исследование, этнографию, мы иногда прям фотографируем, что на стенах у людей, что им важно, какие игры они играют. Принаделываем скриншоты с телефоном, чтобы посмотреть, что у них прямо сейчас, какие приложения их интересуют, чтобы опять же понимать, о чем они прямо сейчас думают. Иногда можно воспользоваться тиктофоном, если совсем чувствуете, что будете плохо запоминать, обязательно предупредите про это людей. И надо идти с некоторым опросником. Мы этот опросник называем ромашкой, что это такое, я вам сейчас тоже чуть попозже покажу. Такая ромашка с тематическими вопросами, которые нас интересуют, чтобы просто навигировать себя по темам. Это не вопрос, опросник в классическом виде, это еще раз некоторые темы, про которые нам интересно поговорить. Это то, что касается самой беседы. Обычно до того, как провести беседу, мы делаем небольшую приоритизацию. Вот мы смотрим на весь класс и пытаемся понять, с кем нам интереснее всего поговорить, про их будущее и про образование. Кто нам даст больше всего полезной информации. Может быть, критической информации, может быть, наоборот, легкой, позитивной информации. Или с кем родителям нам лучше всего про эту историю поговорить. После чего мы создаем тот самый гайд. К примеру, у вас тоже, надеюсь, будет выложен. Вы сможете почитать, посмотреть, как это выглядит. Вы подбираете первые пять человек. Это такая всегда минимальная, достаточная группа, потому что один человек может быть слишком субъективное мнение. Всех изучать это было бы идеально, но у нас нет столько времени. Обычно мы берем группу пять человек и с этой группой пяти человек начинаем взаимодействовать. После беседы, пункт номер три, мы стараемся расшифровать всю информацию, которую у нас получили. Опять же, классно, если вы работаете не одни, а вы прям соберетесь с учителями, проведете такого рода исследования, попытаетесь покопаться в том, что есть в голове учеников и их родителей. И вместе поразбираете эти материалы. У каждого будет свой фокус внимания, каждый по-разному смотрит на этот материал. И после этого вы только создадите карты, создадите новые сценарии, подумайте, как улучшить собственный продукт. Вот это вот универсальная карточка того, как думать про, как подходить к ученику, к его задачам, к интервью по поводу его задач. И тут небольшой лайфхак. Как иногда стоит подойти к исследовательской деятельности? Попробуйте взять то, что называется в исследовательской практике экстремальные пользователи. Что это значит? Это самые, грубо говоря, большие либо критики, либо наоборот, самые большие фанаты образовательной системы. Ну, словно говоря, мы в свое время занимались и не раз занимались тем, что помогали создавать новые современные школы. И это были государственные школы в России, это были частные школы тоже в России. Мы, например, знаем позицию родителя, который фанат российской математической школы, или физико-математической школы. Это значит, что когда мы будем делать, условно говоря, школу, которая будет про это, мы их возьмем в себе, в кокреаторы, в со-создатели. Будем с ними проводить большое количество интервью, для того чтобы их вовлекать и отмечать, что именно им кажется важным, что именно они отмечают как фундаментально, что именно они фиксируют, как самое важное в этой школе. При этом их же мы можем взять, как наоборот, тех людей, которые экстремальный пользователь, но с другой стороны, тот, кто посмотрит на какую-нибудь модель свободного образования, в котором не так много надо делать самостоятельно и так относительно, как им кажется, много ученики, что называют, мучаются, в котором не будет все в состоянии потока, не будет очень много домашней практики, не надо будет зубрить большое количество теорем, они будут там помощники, которые посмотрят на то, как современная система другая работает, они будут говорить, что им в этой системе нравится, что им в этой системе не нравится. Да, можем взять также из учеников, самых больших критиков, самых больших критиков, самых больших хулиганов, либо наоборот, предлежных отличников, и на них только сфокусироваться. Просто потому что это разные точки, и изучая эти разные точки, мы понимаем, что, грубо говоря, посередине происходит с ребятами так, либо не так. Да, просто фокусировка на самых болезненных, либо наоборот, на самых позитивных точках, которые есть. Мы, например, всегда фокусируемся именно на таком роде работ, потому что нам интереснее всего копаться в этих знаниях. Именно в этих экстремальных точках, как правило, находится что-то интересное, что-то инновационное, что-то необычное. Ну, окей, вы, допустим, решили, с кем вы начинаете разговаривать. Еще раз хочу сказать то, что берите, пожалуйста, группу человек 5 сразу, не один, не всех, а именно человек 5, для того, чтобы сделать правильные выводы, построить правильные модели, просто сделать хорошее рассуждение. При этом вот что рекомендую вам сделать. Первое, попробуйте выписать, пожалуйста, список наиболее банальных, либо триггерящих этого человека, как вам кажется, тем. Короче, просто вы делайте список того, как вам кажется, что этому человеку было бы интересно обсудить. Попробуйте заходить в тему диалога, не с теми темами, которые вам интересны. Получение знаний, образовательные процессы и так далее. Возможно, это интересно только нам и вообще всем образователям. А попробуйте начинать выписывать те темы, которые, как вам кажется, интересны этому человеку. Свой образ жизни, свой досуг, игры, общение со сверстниками. Да, попробуйте, попробуйте думать то, как думает про свою жизнь ученик. Да, или там родители, грубо говоря. Попробуйте выписать те темы, которые будут для него самыми интересными. Это будет стартом беседы. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть. Просто пробуйте на этом сфокусироваться. Пункт номер один. Пункт номер два, что тоже надо выписать. Попробуйте выписать энное количество стереотипов, которые у вас есть относительно этих людей. Потому что иногда эти стереотипы, по сути, загоняют нас в угол. Ну, словно говоря, мы можем говорить то, что все ребята с окраина города, они вот такие. Либо все девочки такие, все мальчики такие. Да, вот это вот как бы сексизм у нас начинается. Либо мы можем говорить, ну, все ребята из этого класса. Или, ну, он из такой семьи. Знаете, вот эти вот, по сути, мы это называем, честно говоря, вредители и черви, которые есть в нашем мозгу, которые автоматом на какого-то человека надевают некоторую картинку мира, которой, возможно, даже нет у него. Это не его мир. Это наше представление о нем. Это наше стереотипное мышление. Но именно этим мышлением мы ограничиваем себя же, на самом деле, в беседе. Мы не можем ничего узнать про человека нового, потому что мы сразу поставили его на полочку, и мы выписываем относительно той группы, которую мы будем изучать, всегда список этих стереотипов. Как нам это потом помогает? После того, как мы провели интервью, мы смотрим на этот список стереотипов, совмещаем его с той информацией, которую мы получили в интервью. Если мы видим пересечение, то мы задаем себе вопрос, случайно ли мы это знание про этого человека, потому что нам так казалось, а мы это же гуманитарная практика, мы можем в целом доказать что угодно в беседе и постоянно философствовать сегодня одно с другим. Мы очень критично начинаем относиться к той информации, которая у нас была выписана как стереотипной, то, что мы получили. Опять же, не потому что она неправильная, она может быть правильной, просто мы критично еще раз где-то перепроверим, зададимся себе вопросом, не натянули ли мы эту информацию на этого реального человека. Я могу привести примеры такого рода стереотипов. Мы делаем много программ про людей старшего поколения, то, что называется красивым образом серебряный возраст. Мы делаем много программ из государственных и корпоративных, делали раньше много, из государственных тоже делали раньше много программ. И вот, например, есть провокации и стереотипы про людей старшего поколения. Какие они? Потому что это тот мусор, который есть в голове, у среды, который мы прямо выписываем, мусор в кавычках, какие-то банальные, стереотипные, иногда очень шаблонные представления про этих людей, типа, они плохие командные игроки, или они медленные, не гибкие, или у них неактуальная экспертиза, нельзя рассчитывать на их карьерный рост, или они технически не подготовлены. Мы все это выписываем, чтобы случайно в своих размышлениях с этим стандартом не подойти к восприятию этого человека. Подумайте, сколько у вас стандартов, сколько у вас шаблонов и стереотипов для тех людей, с которыми вы работаете. Опять же, не потому что они правильные или неправильные, дело не в этом. Дело в том, что иногда они могут подтвердиться, не подтвердиться. Мы их выписываем, чтобы потом их сопоставить с той информацией, которую мы получили. Дальше самое интересное, то, что я назвал прекрасным словом ромашка, либо я назвал это вопросник. Что мы делаем для того, чтобы подготовиться к интервью? Значит, первое, я вам сказал, это триггеры. Триггеры мы выписали, триггеры, еще раз, это те темы, которые интересны своему ученику, вы с этого начнете беседу. Вторая, есть такие опросники, с которыми обычно к вам, например, подходят люди, вы из магазина выходите, вам говорят, можно задать вам пару вопросов. Дальше у них есть такой списочек тем на планшете, в файле вписанной, они начинают как бы разговаривать по этим вопросам. Как правило, по вот этим вопросам беседа не очень живая, поэтому мы вот что делаем. Смотрите, мы фиксируем ту тему, которая нам кажется интересной. Ну, например, дополнительное креативное творческое образование для ученика. Это центральная тема, потому что мы хотим с вами создать новый интересный класс, либо один урок, либо, не знаю, целое дополнительное занятие на весь год по этому направлению. Мы фиксируем это как центральная тема, дальше мы эту тему начинаем раскрывать. Значит, крючевые слова здесь были такие. Дополнительное занятие, дополнительное занятие, первая история, вторая история, творческий класс. Да, это значит то, что как минимум у нас есть два направления дополнительных занятий творческих классов. Дальше мы, что мы знаем про дополнительные занятия. Ну, например, то, что они еще бывают по куче разных предметов. Что мы знаем про дополнительные занятия, что времени на них всегда не хватает. Что мы знаем про них? То, что со временем вначале родители начинают полностью все время ученика занимать и пытаться заниматься его гармоничным развитием, например, да, а ближе к старшим классам начинают более сфокусированно заниматься уже, говорить, все, не надо нам, нам поможет это в жизни, это было просто развитие на количество классов по музыкалке. Теперь ты занимаешься только физикой. Мы знаем, что со временем, например, это время меняется, и распределение в рамках этого времени тоже меняется. А дальше мы берем тему творческой. Что такое творческое? Творчество может быть для ученика, это, например, просто художественная практика, а это может быть творческое решение задачи. Это вообще может быть трист даже, да, инженерное творчество. Мы можем раскрывать эту тему. Мы каждую тему начинаем раскрывать на подтемы для того, чтобы у нас были поле для дискуссии, чтобы мы сами активировали в своей голове все знание, которое у нас есть относительно изучаемого предмета. И значит, то, что во время беседы с человеком мы могли ходить, а что для тебя творчество, а что для тебя свободное время, сколько у тебя свободного времени, как распределяется твое свободное время. Чтобы мы, собственно говоря, размяли наш мозг, посмотрели на кучу разных направлений, с которыми мы можем работать, про которые мы можем говорить. Чтобы мы не шли по опроснику, а чтобы мы шли в логике раскрытия тем. Поэтому называется ромашка, такая, знаете, последовательность. То, что называют красивым словом mind map еще, да. Есть какая-то тема, она раскрывается еще на подтемы, по теме, по теме, так бесконечно. Дерево может расти, у нас в случае это цветок, который может расти. И третья, финальная история, которую мы еще готовим обязательно для интервью. Я им рассказывал про банальности и стереотипы. Рассказывал, потому что их нужно выписывать. Мы еще выписываем то, что называется «Мои тревоги». Что это такое? Это какие-то идеи, которые у нас возникают в голове. Ну, типа, вот вы решили делать классный творческий класс. И у вас что-то в голове есть, допустим, вы съездили куда-нибудь в Болгарию, посмотрели, как люди там работают на гончарном круге. Вам так это понравилось, что вы решили привнести это в свою школу. Хотя, может быть, в ваших учениках, в голове ваших учеников вообще этого нет, как интересное занятие. Но вам так это нравится, вы так хотите это предложить, что вы тоже берем, выписываем. Есть тема, относительно которой мы хотим поговорить отдельно. Типа, у нас есть идейка. Типа, что если мы будем в Фортнайте собирать глиняный гончарный круг, помогать людям именно там работать. Но есть какая-то идея, тоже выписали. И вот с этим со всем мы идем в само непосредственное интервью. Собственно, как выглядит само интервью? Вот это та самая подкола, которую я обещал показать. Значит, смотрите, у каждого интервью есть три части. Причем первая половина, вот это вот условно полтора, первых полтора, идет разговор, то, что называется, в мире человека, в мире пользователя, нашего ученика, либо его родителей, либо других учителей, если вы с ними вместе проводите интервью. А правая, она идет уже в совместном мире, то, что называется, в мире совместного действия. Что это такое? Сейчас, смотрите, у вас все инструменты, про которые я до этого говорил, будут вкладываться в единую картинку. Вначале мы начинаем вспоминать, какие темы мы выписывали, как триггерные темы. Темы, которые, как нам кажется, будут погружать человеку в зону его интересов. Спроси, во что в последний раз ты играл? Спросите этот вопрос у ученика. Смотрите еще ценность этого вопроса. Я в этот вопрос не помещаю никакого своего мнения. Что это значит? Это то, что я спросил человека относительно его прошлого и спросил просто, что он делал. Это лучший вопрос, это сценарные вопросы. Я задал вопрос про прошлое и про его действия, не привнеся никакой своей оценки. Опять же, задал его по поводу темы, которые, как мне кажется, я подготовился таким образом к интервью, ему будет интересно. Игра, досуг, общение с родителями, общение со сверстниками, муки выбора профессии. Опять же, если это не тот самый, который был у нас в матрице внизу, как человек, которому нельзя задавать этот вопрос. Если это в рамках его интереса, надо к этой теме задавать вопросы. И дальше мы начинаем то, что называется познавать мышление человека. Что это значит конкретно? Задали вопрос, сценарный вопрос про его предыдущий опыт, про его предыдущие действия. А дальше слушаем, какие слова, которые человек говорит, являются для него наиболее яркими, наиболее вовлекающими, на которых он чуть больше замирает, про которые он чуть больше задумывается. Всегда люди, и так устроена память, это очень важно, запоминают либо очень яркие моменты позитивные, либо очень яркие моменты негативные. Нам так это и не нужно. Мы же изучаем человека, изучаем его интересы, пытаемся понять, как для него сделать что-то лучше. Лучше его вообще понять. И мы к тому вопросу, к тому ответу, который он дал, к тому самому акцентному слову, задаем вопрос, слушай, интересно, расскажи про это поподробнее. Мы опять раскрываем эту тему. Либо вот это вот есть, знаете, правило в интервью, опять почему. А почему это так было? Либо, а зачем ты это сделал? Мы начинаем познавать мир человека, исходя из просто дополнительных раскрывающих вопросов. Еще раз, не привнося еще свои идеи про то, что, слушай, да мы тут образованием занимаемся, слушай, да ты прав, ты не прав, оценочных суждений тут нету ничего. Здесь есть просто вопрос, расскажи, как было в последний раз, а потом очень интересно, а почему? А расскажи, как еще? А раскрою эту тему поподробнее. А что еще ты про это знаешь? Да, видите, я просто этими вопросами раскрываю то, что называется мышлением человека, сознанием человека, или там зона его интересов, просто путешествие, картографируя то, что он выделяет, что было для него важно. Очень аккуратно, чутко, с максимальным количеством эмпатии с ним разговаривая в этот момент. После чего я вспоминаю то, что у меня есть ромашка. Помните, мы все-таки пришли с какой-то темой, мы хотим создать, допустим, новый творческий класс, и вспоминаем про эту ромашку, и такие, ага, он рассказал человеку, что ему важно, мы с ним про что-то поговорили, могут быть максимально абстрактные темы, наша задача вовлечь человека, сделать так, чтобы было интересно с нами дискутировать, а мы заодно поняли его нарратив, лексикон, внутренние ролики, его внутренние ориентиры, его внутреннюю матрицу, что хорошо, а что плохо. Да, в этот момент мы сказали, слушай, кстати говоря, вот ты говорил про вот это, а что если, тут начинаю вспоминать, что у нас было написано в ромашке, в нашей тематической ромашке, мы начинаем, что называется, мять темы, мы начинаем ближе к центру ромашки подходить, дальше к центру ромашки, мы начинаем вокруг да около человека приводить в то, что нас интересует. Да, вот мы не заходим к вопросу, с резким вопросом, что тебе нравится, что не нравится, потому что люди очень плохо отвечают на эти вопросы. Нам нужно человека раскрыть, немножко послушать его, только потом привести его к центральной теме. При этом хочу подарить вам такую матрицу, в которой показано, какого качества вопроса мы вообще можем задавать, относительно чего мы можем задавать вопросы. И лучшие вопросы, это те самые первые вопросы из первой части, это когда человеку мы начинаем говорить про прошлое и его. Худше, хуже, да, это про будущее, потому что человек в будущем оценивает себя всегда лучше. Да, но тем не менее, можно сразу задать вопрос, как тебе кажется, да, будешь ты ходить на подобного рода класс, а что тебе было бы интересно в этом классе? Плохо достаточно, когда человек начинает рассуждать про кого-то другого, типа, мне кажется, что этим ученикам нужно было вот это, либо вот что они испытывали, либо вообще относительно будущего этих людей, других людей, не себя. Когда мы начинаем слушать, мне кажется, что для этих людей нужно было бы вот это создать. Мы не делаем интервью с этим человеком, мы делаем интервью с этим человеком относительно их будущего состояния другой группы вообще. Лучшие вопросы, которые могут быть во всем интервью, это вопросы про этого человека и в прошлом. И поэтому, возвращаясь к этому, к этой подкове, знайте, пожалуйста, только в третьей части, когда мы уже раскрыли человека, поняли фокус внимания, можем сделать какие-то выводы относительно того, какой сценарий ему подойдет, какой не подойдет, какая у него есть задача, какое у него есть вообще представление об этом мире. Только потом мы говорим, слушай, а что если? И дальше помещаем ему то, что называется наша коробочка мышления, помещаем его в свои идеи, начинаем его туда вот запирать, для того, чтобы он каким-то образом давал нам обратную связь. Не в начале, потому что в начале ему неинтересно про это говорить. Мы в начале, если будем приходить своими идеями, своими предложениями, своими вопросами, мы сразу человека ставим в те обстоятельства, в которых он должен делать какой-то выбор. Мы не раскрываем человека, мы не знаем про него что-то большее, что могли бы знать. То, что сейчас проговорил про эти три части, буквально оформленные списком. Еще раз, первая часть, возможность выговориться, задавать открытые вопросы, создавать сценарные вопросы, задавать сценарные вопросы. Опять почему, дальше искать смыслы, совместные общие связи, только потом переходить к моделированию, моделированию гипотез. Вот что такое крутой диалог, вот что такое раскрыть человека, вот что такое понять, про что он думает. Как вы понимаете, для того, чтобы этот анализ произошел хорошо, лучше всего, конечно, записывать вашу беседу. Классная возможность воспользоваться диктофоном, пять человек, пять историй, послушайте, проанализируйте, послушайте это самостоятельно, с командой, и потом сделайте крутые выводы, для того, как вы можете поменять свою образовательную систему. Это лучший инструмент, который человечество придумало, беседа. Да, существует много разных инструментов, типа аналитики, выборки, количественных и качественных данных. Это все потом, это все нужные, это интересные вещи. Лучшее, что вы можете сделать, буквально на клиентке, здесь, сейчас, буквально завтра, это взять пять человек, сделать ромашку, сделать небольшой опросник из этой ромашки и поговорить с человеком буквально 45 минут 90, с его, с его родителями, либо с группой поговорить, чего, кстати, не рекомендую делать, потому что в группе есть особенная динамика, лучше разговор один на один. И потом сесть самостоятельно, еще лучше, опять же, с группой других учителей либо там образовательных методистов, сесть и поразбирать эти материалы, посмотреть, что получилось, построить какие-то гипотезы на улучшение, какие-то выводы сделать о людях, для того, чтобы понять, еще раз, ключевые пункты, что это за человек, как он прямо сейчас взаимодействует с системой, либо пять человек, которые мы изучили, какая у него есть задача, исходя из этого, как мы можем улучшить свое образовательное решение. Вот что я имел в виду, когда говорил, что у нас есть, как у проектировщиков и исследователей, есть по сути два направления действий. Первое направление действий, очень большое и важное, это понимать человека, его суть, как по нему можем кастомизировать решение. А второе, как, исходя из этого, мы можем омтемизировать текущий сценарий, или как мы можем создать новые сценарии. Нам для этого помогает позиция наблюдателя, потому что, как вы понимаете, здесь, видите, очень нужно быть гибким, нужно вытаскивать себя из своего болота, как Мюнхамсин за свою треуголку, смотреться на все со стороны, не зарываться в какую-то школу свои представления о том, что такое хорошо и плохо. Нам нужно просто понять и изучить человека, понять, что он думает, посмотреть на его эмоции, события его жизни, посмотреть на сценарии его жизни, не как мы запрограммировали уже системой, а как он хотел бы, чтобы мы это воспринимали. После чего быть достаточно гибкими в своих изменениях, никогда ничего не цементировать, не обматывать колючей проволокой, что все это принято раз и навсегда, постоянно итеративно меняться. И вот дерево, которое мы действительно со своей энергией вначале заложили, заложили, чтобы оно потом развивалось, исходя из тех атмосферных условий, которые нам представила среда. Именно это позволяет, собственно, обеспечивать длительное включенное внимание. И все, что я могу вам пожелать, это удачи на пути, на пути хорошего исследования. Это малая, там, одна миллионная часть вообще разговора про то, что можно сделать в исследовательской работе. Но, наверное, самое главное базовое. Хорошо понимать своего ученика, не следя из этого делать крутые образовательные решения, быть очень внимательным и прежде всего строить эффективные диалоги. Продолжение следует...